Здравоохранение модернизируют, но лучше от этого ивановская медицина не становится. Так считают коммунисты. К зданию регионального департамента здравоохранения они вышли с пикетом. О проблемах местных лечебниц красные знают не понаслышке. Болеет мама по возрасту. Отзывы очень плохие. И по обслуживанию медицинскому, по отношению к людям, по ценам на лекарственные препараты. Впрочем, подобные жалобы можно услышать от пациентов по всей стране. Что касается Ивановской области, то последние скандальные слухи звучат следующим образом. Лечебницы передадут в частные руки, все услуги станут платными. Первая на очереди – 10-я поликлиника. По 10-й поликлинике ситуация, потому что в ней вбухивают деньги сейчас. Это первый признак того, что я собираюсь сделать частный. Если это не так, то я буду только рад. Скорее всего, с ГАФ-посадом будет именно так, как они сказали. Закроют сначала детское, потом, по слухам, хирургическое, скорее всего, тоже закроют. Аргументируют тем, что врачи не хотят там работать. Ну, а знаменитая ситуация с аутсорсингом, с машинами, которые будет обеспечивать фирма, аутсорсинг на станции скорой помощи. Я думаю, что это тоже далеко не слухи, что именно так и будет. Ситуация с закрытием детской больницы в ГАФ-посаде достаточно сильно ударила по репутации Михаила Ратманова, начальника регионального департамента здравоохранения. Коммунисты требуют отставки чиновника, мотивируя это тем, что именно с его приходом ситуация в регионе ухудшилась. Как только он встал на пост, пошли вот эти вот разломы, какие-то резкие шаги, и кто-то же должен за это нести личную ответственность персональную. Мы исходим из того, что пока не будет персональной ответственности чиновников, вообще ни с кого нельзя спросить. Все будут валить на систему, на идеологию, на иную Россию и так далее. Персональной ответственности. Дыма без огня не бывает. Видимо, слухи, которые огласили коммунисты, имеют под собой почву. А потому Михаил Ратманов пожелал лично прокомментировать ситуацию. С 10-й городской поликлиникой ничего происходить не будет. Она как работала, как обслуживала 20 тысяч населения, прикрепленного к ней, так и будет. При поликлинике функционирует студенческая поликлиника. Она также будет функционировать, принимая студентов имановских вузов. Что касаемо ГАФ-посада, то детское отделение больницы там действительно закрыто. Хирургия и терапия, которые, по слухам, тоже должны прекратить свою работу в скором времени, продолжат принимать пациентов без каких-либо изменений. Такие данные Михаил Ратманов озвучил в личной беседе с корреспондентами. Публично огласить эту информацию он отказался. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.